Кульминация года литературы, так можно назвать ежегодную акцию «Библия-ночь». Более тысячи человек посетили библиотеку имени Печкова в ночь с пятницы на субботу. Возраст участников акции был самый разный, занятия нашел себе каждый. Взрослые, например, вспоминали великие произведения, а детей ждали квест-игры, мастер-классы и любимые герои. Пожалуй, библиотека имени Печкова – единственное место, где еще не выступали артисты из Тельвицки. А если это случилось, значит пришло время «Библия-ночи». На несколько часов библиотека превратилась в арт-пространство. Тут нашлось место и искусству, и книгам. Витя Терентьев из всего многообразия мастер-классов предпочел чтение. Любит журналы и книги про технику, мечтает стать пилотом. Чтение еще умное. Она может узнать о технике, о самолетах, о человеке и викторинах, например. Второй этаж библиотеки превратился в большой мастер-класс. В преддверии Великой Победы тут мастерили красивые броши. Георгиевская лента, яркая тесьма, немного фантазии и брошь готова. В отделе Севера школьники устроили интеллектуальную битву в стиле программы «Умники и умницы». Литература может быть и вкусной, считают организаторы. На третьем этаже библиотеки разместилось литературное кафе. Здесь можно быстро и вкусно перекусить. На блюда подают экспресс-викторины, горячие загадки, острые ребусы. Ну а десертом послужат полученные знания. Гостей встречали библиотекари в фартуках. Давали задания, которые нужно было решить, не выходя из библиотеки. В помощь целый библиотечный фонд и интернет. Задание нашлось каждому. Мы, конечно, рассчитывали на разные возрастные группы. Чтобы всем ребятам, взрослым, в том числе и старшему поколению, было у нас интересно. Все связано, например, это год литературы 2015. Конечно, мы приветствуем юбиляров этого года, но и не забываем, кто не юбиляры. Один из юбиляров этого года – Антон Чехов. В этом году мир отмечает 155 лет со дня его рождения. Каждый участник мог сделать селфи на фоне бумажной скульптуры великого писателя. Максим Евсюгин пока не знает, кто такой Антон Павлович, но читать уже любит. Вместе с бабушкой каждую неделю ходишь в библиотеку. Кто ты любишь читать? Ну, где-нибудь такие книжки про роботов и про хига инопланетянов. В этом году «Библия ночь» собрала более тысячи участников. Для организаторов это большое достижение, а для участников – возможность посмотреть на библиотеку в другом ракурсе. Валентина Чубичик-Лениц, Шушелов, телеканал «Север».